здравствуйте глубоко уважаемые любители планерного спорта хочу записать вам ролик о встречах в небе о том как летают огромное количество парапланов планиров дельтапланов все это в таких кучах где вместе все набирают потоки где около склонов все расходятся там как-то не умудряется не сталкивается на самом деле скажу честно все-таки иногда сталкиваются и почему мы сейчас летим парашюте и парашют у меня у ивана тоже парашют есть потому что мы действительно можем сейчас найти кого-нибудь в небе и если не дай бог столкнемся то наш планер может разрушиться планер коллеги тоже мы откроем вот эти фонари вот у меня такие красные ручки ивана тоже есть и раз за борт и парашютики получать страховку покупать новый планер вот естественно мы так не хотим с ним потому что ну тут вы ставите вот туда вот снег вот вот туда снег на парашюте опускаться представляешь офисе какой ужас а я применял парашют на параплане в жизни три раза я и летаю 20 лет на параплане на планере ни разу сейчас парашютом не прыгнул и у дельтапланов тоже есть парашют и поэтому мы столкновений в воздухе конечно боимся но если уж такое происходит не является прям все конец потому что в большой авиации по-другому большой авиации столкновения в воздухе это почти стопроцентной вероятностью в общем-то гибель сталкиваются сталкиваются что может предотвратить и столкновения но во первых просто мы вы сейчас летаем все парапланы дельтапланы планера как правило летают в неконтролируем воздушном пространстве к называемом гольф мы на плане сейчас можем подняться в контролируем воздушное пространство запросить диспетчер лететь там но обычно это полеты там где все летают визуально и мы сейчас постоянно сканируем окружающие пространство тудым судым по определенной схеме это об этом можно снять отдельно роли как правильно смотреть вокруг и это нужно будет сделать вот на как пока просто идея мы смотрим внимательно вокруг и понимаем что вокруг нас творится и ни с кем не столкнемся если не начинаем ковыряться пальцем в носу втыкать в телефончик там вот прямые эфиры всякие и прочие нехорошие дела прямые фирмы ведем только когда переди сидит очень талантливый ученик который настолько талантлив что точно сможет вести планеры ни с кем не столкнуться но опять же я стараюсь тоже не расслабляться это первый вариант когда мы летаем визуально сами принимаем решение куда лететь зачем лететь в какую гору лезть то есть нами никто не руководить это первый вариант регулирования второй вариант регулирования это диспетчером вы почему он применяется потому что представьте там международный аэропорт там куча самолетов летает и прочее и как кому догадаться кто после кого на посадку заходит кто после кого взлетает естественно там нужен какой-то диспетчер который там целая служба которая все разруливает поднимаются эти самолеты в небо дальше они уходят из зоны одного аэропорта заходит там на дороге выходят на воздушные трассы там такие дороги небесные которые поделены такими как вот нарезанные на эшелоны и значит один один эшелон другой другой раз разошлись два разошлись сталкиваются ли большие самолеты сталкиваются и причин этому не только ошибки пилотов и диспетчеров сколько бывает еще и ну какой-то доброе намерение например была сделана система предупреждения столкновений которая при анализирует положение самолетов вокруг и случае если есть риск столкновения нас общать пилотам то есть ли столкновения там поменяйте высоту например самая страшная катастрофа когда борт следующий из москвы с детьми выигравшими там конкурсы в испанию столкнулся с грузовиком боинг система предупреждения столкновений дала команду боингу там снизится нашему самолету подняться или наоборот вот а диспетчер дал противоположную команду нашему самолету а боинг сообщил о том что он меняет эшелон но диспетчер не услышал потому что был занят каким-то другим самолетом то есть просто не прошла вас радиосвязь и вот дальше вот эти вот секунды пошли и два самолета столкнулись куча детей погибло и взрослых тоже перед этим в небе японии была похожая ситуация когда система предупреждения стал столкновения диспетчер делать работали в разнобой но тогда пилот увидел вот пилот там летит и он видел другой боинг и последний момент стурвал там короче отвернулись разошлись каким-то чудом таких ситуаций когда вот какое-то непонимание на этих воздушных трассах приводит к катастрофам их там ну допустим день но они за десяток перевалили иногда причиной катастрофы может быть не просто не знание языка достаточной мере там в небе над индии так столкнулись над украины была катастрофа известная когда просто вот плохая слышимость возможно привела к тому что пилоты не расслышали правильный эшелон какой занятий в итоге столкнулись с другим самолетом то есть такие катастроф такие катастрофы бывают и регулирование диспетчером это отнюдь не панацея с другой стороны есть некая теория большого неба то есть почему самолеты сталкиваются то потому что их на одни дороги воздушные небесные засунули все вот они по этим дорожкам ездят хотя небо-то огромное по идее если немножечко это все рассредоточить было бы лучше и мы летаем как раз в том пространстве в котором все это расползлось вот мы его зоне g сейчас гольф и вокруг нас есть там может быть там сотни летательных аппаратов но где она вот где-то вот там и шансы мы на разных высотах мы с разной скоростью мы в разные места летим и поэтому шанс столкновения он достаточно минимальным представьте вот если на земле там что с кем-то встретиться а теперь представьте что еще есть третье измерение высота и вот все люди ходят по земле потом могут ходить еще там на метр выше на метр выше до метр выше и прочее то есть огромное пространство не обязательно вот этого точное регулирование если можно де регулировать и летать по правилам визуальных полетов то есть вы должны понимать что этого не нужно бояться потому что как правило классическая такая реакция обывателя на то что мы летаем без диспетчера вы же можете столкнуться вы можете кого-нибудь влететь кого не врезаться но вы теперь представьте что вы едете на машине по дороге и вам говорят вы должны запросить проезд перекрестка там да товарищ диспетчер разрешите мне проезд перекрестка которому я прибуду через одну минуту 20 секунд наверное вот и вот вы доезжаете вам разрешают вы проезжаете перекресток следить какая нагрузка была куча должна была бы сидеть людей которые бы регулировали проезд всего бред бред поэтому вы на два дороги мы ездите по каким-то правилам такие же правила и в воздухе вот зоне не контролируемой возник контролируем в воздушном пространстве есть определенные правила которым мы следуем и по ним летаем надеюсь это понятно и существует еще такой промежуточный вариант вот мы сейчас летаем нерегулируемый но захотели мы вот там впереди аэродром габ и хотим приземлиться в гапе тогда мы смотрим на частоту этого аэродрома вводим ее в радиостанцию подлетаем гапу и делаем запрос там товарищи диспетчер гапа разрешите пожалуйста нам приземлиться к вам на аэродром и тогда он дает информацию что да вот такая-то полоса может быть для вас свободно вот такой-то то есть сообщать необходимую информацию мы следуя этой информации приземляясь на этот аэродром все замечательно все классно дальше аэродром нерегулируемый его взлетает 50 планиров и приземляется 50 планиров день и при этом вот мы не регулируется тоже это определенных людей шок ввергает то есть приезжает с россии пилот который летал только на регулируемой аэродроме и говорит а как же мы взлетим кто нам разрешить туда зачем ну как вот а вдруг туда в этот момент приземлиться захочет аэродром не регулируется поэтому пилот который хочет приземлиться он прилетает смотрит что никого нет полосе на пилосек готового к взлету у него чистота стоит тоже если он хочет приземлиться он докладывается просто в эфир говорит что я хочу подземлиться если у кого-то на земле включена рация как у меня например готова взлету то я его услышу естественно визуальный контроль осмотр зоны посадочного круга чтобы там допустим несколько пилота вместе одновременно на посадку не пошли и прочее прочее то есть есть определенные правила которые можно следовать и летать на аэродроме нерегулируемым более безопасно даже чем на регулируем у меня был случай в шевле на я летал возвращался с маршрута подхожу к аэродрому и в этот момент пилот подлетает воздушное пространство входит аэродромная и говорит я такой-то такой-то или что оттуда там пересеку вашу зону в такую минуту такого-то часа ля-ля-ля-ля давление офигения ему отвечает диспетч руководитель полетов дальше они это все еще повторяют и у меня а я планер я лечу то есть мне нужно приземляться мне второго круга нет все то есть я я пропустил третий разворот уже на прямой смог доложиться руководитель полетов за что он сделал замечание чушу раньше не сказали ну потому что эфир был занят пилот самолета чуть обиделся где-то тут не так сделал ну все правильно он сделал абсолютно но вопрос в том что ненужный радиообмен нужно минимизировать и все и все будет хорошо в этом всегда просит нас великий клаус ольман когда проводит брифинг горит ребята меньше трендить в рацию и будет вам счастье вот эти полеты с минимизации радиообмена наверное как-то непривычно я летал на самолете в россии какое-то количество это вот этот радиообмен он постоянно ты взлетел ты должен нам доложиться какой-нибудь твери потом куда-нибудь переключиться потом куда нибудь еще и ты вот вот постоянно чем-то занят из атерации крутишь его вертишь эти вот смотришь давление какое-то на приборе вот и в этот момент и не видишь что вокруг а в этот момент может параплан лететь просто лететь потому что он где-то взлетел параплан подвержен анархии в конце концов он подумал дай-ка я вот повыше здесь под это облачко его сдувает он думать участка рекорд россии сегодня поставлю далечу например там из подмосковья куда-нибудь не знаю под питер дуну ветер тем более сдувает и все и вот и вот момент вы на самолете смотрите или на плане или на чем угодно в экран что-то там переключаете минимизировать вот это нужно и тогда безопасность будет выше то же самое когда полеты идут вокруг аэродрома есть несколько зон и каждый самолет занимает там только по одной зоне в одну зону два самолета боятся запустить потому что ей а вдруг там они два друг друга найдут хотя зона там 10 на 10 километров и в общем то вроде как сообщил о том что вас будет двое ну только внимательный человек смотреть будет но то есть мне это иногда напоминает некую такую соску у ребенка пятилетнего пилот слишком сильно полагаясь на этого руководителя полетов становится детенышем у которого торчит соска изо рта его он ее выкинет конечно когда-нибудь и поймет что от и волне кстати сейчас уменьшать скорость до 80 и браслой 8 до волна ты в волну попал дружи да это просто зашибательский друзья не могу не порадоваться второй час полета сам взял волну правый газ право да теперь пилоты сами понимают со временем что нужно вот этот раз обмен по возможности минимизировать к чему это к тому что если кто-нибудь из летчиков поспор послушает и скажет да где где эти планилисты прочее то просто попробуйте немножко понять что если другой путь и можно летать с минимум радио обмена и это правильнее если вы летаете в гольфе в зоне гольф вот мы же сейчас не докладываемся 10 людям что мы тут над пик дебюром вышли уже на три с половиной планируем 5 800 набрать не докладываемся ну с какой-то высоты доложимся итак друзья надеюсь убедил вас что полета по визуальным правилам правилам это не что-то такое катастрофичное ну и хочу пояснить почему они неизбежны для планиров парапланов дельтапланов дело в том что мы летаем за счет восходящих потоков то есть мы попадаем туда где есть энергия то есть энергия там сейчас мы летаем на пик дебюром сейчас волну взяли потихонечку поднимаемся да нормально с респенсом маривана молчи вокруг нас такие же умные могут быть человек посмотрел о там вот законы природы они одинаковые для всех и хороший пилот может анализировать и понимать а где примерно может быть там сегодня по точек и вот туда прилететь ну не знаю там летит параплан раз нашел поток к нему а другой там по им 3 4 5 10 20 планер летит смотрит парапланов такая куча а есть энергия чпунь туда над ними там например и вокруг них летает ему тяжелее всего часто кстати мы стараемся чаще всего с парапланами не летать то что во-первых не пугать во вторых ну зачем чуть дальше пошел другой поток нашел но представьте если было бы каждому пилоту по одному потоку там это мой поток больше сюда никто не пойдет но как этому как вокруг зоны вокруг орловки 7 зон там допустим каждому пилот в одной зоне как планеристу по одной по дому потоку везде логика есть но просто вот я тоже утрирую немножко и все встречаются есть просто правила определенные как поток войти как в нем набирать как вот все строго регламентирована если эти правила знаешь и соблюдаешь все это достаточно безопасно ну я уже говорил про парашют что в конце концов бывают случаи столкновения кто-то там прозевал где-то кого-то там допустим параплан какой-то не знаю турбулентностью подтолкнула куда-то еще чего-то сталкиваются запасные парашюты применяют это бывает но если не летать так то вообще никогда нельзя летать то есть мы принимаем на себя этот риск возможных столкновениям пытаемся минимизировать существует система которая риска делают меньше до существует в планерах сейчас установлена система фларм как большой авиации система предупреждения столкновений то же самое только такая маленькая коробочка которая сначала работала на частоте сотовой связи сейчас там добавили частоты которые применяются большой авиации и я вокруг вижу все планера которые вокруг меня летают допустим радость в радиус 10 километров и система видит и в случае проблемы какой-то она сообщает там на час дня планер высота такая случае опасности то есть если опасности никакой нет для потенциального столкновения естественно она молчит и и не квакает каждые пять секунд что планер там планер там иначе с ума можно было сойти только если действительно есть не хоть какой-то риск причем там несколько градаций то есть совсем такая красная когда вообще катастрофа вот плохо когда пилот услышав этот фларм начинает в экране скорее искать где же там этот планер то есть он должен искать его визуально голосовой кстати удобный интерфейс когда он где два на клок и за фон сектор час дня когда летает много планиров я могу увеличить масштаб и вот у меня тут тут планировать тут планировать купонерочек кранчик фарма вот например видите никого тут нету одним и а так вот треугольничек какой-то появился могу на этот прибор вывести то есть я вывожу информацию куда мне удобно но главное в него не впяливаться и вообще в прибор не впяливаться полностью на них там смотрите сбыточно у меня был ученик который летал вот постоянно смотрел на скорость будет а что делал летал ужасно ничего не видел никого не видел вокруг я не знал что он смотрит на скорость вот но потом я догадался я ему скорость заклеил посначала очень много ругался а потом начал летать отличный готовить вокруг плане ручки и озеро какой какая горка красивая и научился летать без постоянного взгляда на этот указатель скорости на него можно смотреть если видите вот у меня глаза бегают а на скорости не смотрю не потому что у меня иван летает отлично потому что ну ведь не нужно в полете мне довольно редко смотрю система предупреждения столкновения вот это вот фларм она ставится на планера и раз в 10 она уменьшила опасность столкновения в альпах реально очень хороший выход она ставится сейчас на дельтапланах почти на всех стоит и даже на парапланах появился там прибор например audi 5 на котором уже установлена антенка фларм и мы вот здесь вот кстати на пик дебюре осенью видели планер параплан который летел с флармом я хожу выше него кстати заметьте с флармом летит чувак это круто это прям реально вселяет уважение почему парапланы в принципе хорошо визуально видно но часто бывает погода когда парапланы всасываются в облака он ведет под кромочкой вот там тюм подсосало и не видно и ты летишь на планере и только смотришь ноги торчат из облака до уже ужас какой-то из раз параплан вываливается но в этом случае фларм бы выручила так можно представьте вот на такой штуке врезаться в эту гору строп там в общем все мало не покажется и планеру нашему и параплану не дай бог но как вы видите здесь 10 там 5 10 тысяч человек летает каждый день в альпах хорошую погоду по всем альпам и почему-то не знаю ни одного случая столкновения параплана с планером или самолетом не зафиксировано ну значит как наверное система большого неба работает на считаю здесь не нужны эти повален диспетчера именно вот это я хотел рассказать о нескольких вариантов регулирования то есть диспетчерский нерегулируемый как у нас в зоне гольф и там промежуточная версия когда мы из зоны гольф уходим на посадку какой-нибудь контролируемый аэродром все хорошо на самолете ну вот взлетел ты летишь по гольфу ну это тяжело постоянно смотреть вот где там все то есть постоянно вот это вот визуальный контроль летит здесь истребители по гольфу летают у нас вот сейчас крыло показывает на гору манвинто вот там находится аэродром военный с которого отлично летают истребители замечательно пролетают над моим домом на высоте до метров 700 800 с таким ревом и при этом они летят они знают что там вот может в этом месте быть планер в этом месте может быть там параплан в этом месте может быть дельтаплан и прочее там самолет другой пилот летит и если ему нужно погонять там что-нибудь еще он там повыше пойдет контролируем воздушное пространство и уже тогда визуальная контроль уже тоже он конечно должен присутствует но не такой в россии говорят вот там внизу всякие парапланилисты летают всякие там идиоты на веревку свою натягивают в небе там во первых эти зоны часто маркируются то есть там написано что зона полетов парапланов значит от параплана до земли может висеть веревка и хотите лететь там как самолет ну вышли в зону контролируемую попросили диспетчера хочу пролет оттуда до туда и во первых выше вам у вас скорость выше меньше топлива быстрее долетите но это будет безопасней то есть грамотно это когда сочетаются достоинства всех систем еще грамотно когда из одной системы не делают цирк в россии зона гольф в ней нужно заявку подавать вся там на параплане на дельтаплане на всем угодно хочу полетать во всем мире так пространство воздушное неконтролируемое но в россии надо подать заявочку у тебя должно быть там ты должен зарегистрироваться в системе подать заявку что я полечу оттуда-то куда-то там и тогда-то и зачем-то диета маразм ну если вы считаете что правильно может и правильно ты считаешь это маразм впереди ролик встречах небе как это красиво как красиво с кем-то встречаться в небе и он наверно просто вам покажет что достаточно и безопасно то встречи небе безопасны если соблюдать правила визуальных полетов и никто не регулирует и как раз возможно это позволяет летать максимально безопасно наслаждайтесь встречами в небе друзья до встреч в небе друзья только что говорили о встречах небе вот планер прилетел как раз а вот он на фоне скал и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok The more I get, the more I want it seen I paid Joe Dr. Jazz in all my dreams And when I'm troubled, down and mixed He's the one that gets me fixed Hello, Central, give me Dr. Jazz guitar solo guitar solo Well, hello, Central, give me Dr. Jazz Well, he's got what I need, I know he has And when the world is wrong And I've got my blues He's the one that makes me put out Both my dancing shoes The more I get, the more I want it seen I call old Dr. Jazz in all my dreams And when I'm troubled, down and mixed He's the one that gets me fixed Hello, Central, give me Dr. Jazz guitar solo Guitar solo Of course my dancing shoes And when I get, the more I want itlen Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok